Газовые баллоны и электрические плиты – предметы просто незаменимые в быту жителей поселка Школьное. По всем документам населенный пункт Симферопольского района газифицирован, но вот только в многоквартирные дома газ не заходит. Что стало причиной и как решить проблему? С ответами из Школьного вернулась Алена Сергеенко. Вот уже 18 лет Владимир Янков и его семья готовят еду только на газе из баллона. Это небезопасно, но в быту жителей поселка больше вариантов нет, ведь газ в дома не поступает. Газового баллона хватает буквально на три месяца. В этой семье он стоит в 40 сантиметрах от кухонной плиты, что небезопасно. Каждый день риск и неудобства. Приходится утром, вечером, в обед, вечером, как положено, нормальных семьях, готовить, кушать и разогревать, что-то надо делать. В том числе и чай готовить. Поэтому как мы пользуемся, так мы и пополняем. Баллон стоит около 1000 рублей. В советское время проблем с газом в поселке не было. Но после развала Союза все оборудование разворовали. В конце концов, в 2012-м в Школьном установили новые распределительные газовые сети. Но в многоэтажках голубое топливо так и не появилось. Вот разводка доведена к дому и так по всем домам. По всем 20 домам поселка Школьного. К дому подводка есть, по дому разводки нет и по квартиру разводки нет. В сельском совете говорят, свои обязанности выполнили. Газовые трубы к домам подвели, а дальше дело за жильцами. Собственники жилья сегодня должны организовать свои советы, выбрать председателей, выбрать старших домов. В их полномочиях входит подача документов, техпроекта, Крымгазе, получение разрешительной документации и соответственно выполнение данных технических условий для газификации частного квартирного дома. Большая часть жителей поселка – пенсионеры. Проведение газа в дома может серьезно ударить по их карманам, ведь процедура платная. Но и дальше жить как на пороховой бочке люди устали. Если мы даже будем рассматривать сегодня финансирование каких-то квартир или в целом дом вот туда от сетей газоснабжения, то это можно расценить как и целесообразное расходование бюджетных средств, чтобы будет пресекаться законодательно. Один дом поселка уже получил техусловия и готовит проектную документацию. Но пока большинство жителей поселка не готовы последовать их примеру. Алена Сергеенко, Виталий Голубев. Время новостей. Школьное.